Открытый турнир на призы конно-спортивного клуба «Сергиев Посад» называют внутриклубными стартами. Это своего рода подготовка к выездным соревнованиям. Такие внутриклубные старты, домашние соревнования в конно-спортивном клубе «Сергиев Посад» проводятся ежесезонно. Участники показали свое мастерство на трех видах маршрутов. Первый маршрут 60-80 см. Это квалификация юношеский разряд. В нем обычно участвуют дебютанты наши. Это дети, которых мы готовим к переводу в спортивные группы. В высоте маршрута номер 2 с высотой препятствий 90-100 см участвуют уже более опытные спортсмены. Это квалификация на третий разряд. Сегодня выше 100 см у нас нет маршрутов, потому что задача этих соревнований именно подготовка самого младшего состава. И последний маршрут, завершающий сегодняшнее соревнование, это маршрут кавалетти. На нем поедут совсем маленькие ребята, которые многие первый раз едут. Кавалетти состоят из двух частей. Первая часть проходится на Шагу и Рыси, и вторая часть на Галопе для тех, кто первую часть уже освоил. Конкур – особый вид спорта, для которого выбирают коней, обладающих крепкой конституцией, высокой техникой прыжка, способностью к дрессуре и спокойным нравом. Лошадь должна быть довольно опытной, не моложе шести лет. Когда подбираем лошадей, они уже должны иметь опыт, желательно опыт стартов под спортсменом высших категорий. Лошадь должна быть непугливой, лошадь должна быть здоровой, лошадь должна мочь, научить ребенка доверять, научить ребенка выступать. Ну, самое главное – внушить ребенку такое вот спокойствие, уверенность, потому что дети на маршрутах нервничают, заводятся. Ну и, в общем-то, надо, чтобы лошадь на это не реагировала. У меня очень сложная лошадь сейчас в работе. Она вообще выступает по троебору. Ее привезли, так как она давно не выступала. Ну и готовимся к декабрьским стартам чемпионата Московской области в Максимум парк. Вот и привезли, представляется. В принципе, он проехал неплохо, но есть свои минусы. Как бы нужно исправлять. В принципе, неплохо. Таисия Котова выступает в зачете дети. Однако эти соревнования для нее не в новинку. Хотя в ее семье никто не занимается конным спортом, запись в клуб когда-то стала для нее подарком от бабушки на 11-й день рождения. Очень важно настроить и себя, и лошадь, потому что лошади очень чувствуют твое волнение, твои эмоции. Если ты будешь волноваться, лошадь тоже будет волноваться. Ну, нужно всегда очень хорошо готовиться. Можно подбодривать лошадь вкусняшками разными. Вот. И, ну, много тренировок, и потихоньку ты начинаешь взаимодействовать с лошадью, предсказывать ее действия, понимать, что она может сделать, что вряд ли сделает. Есть ощущение, что она тебя слушается? Да. Есть такое ощущение, когда долго ездишь на лошади, то, что лошадь тебя чувствует, то, что лошадь тебя слушает, внимательно ждет твоих действий. Потому что вот именно в спортивной группе, не так давно, я думаю, полгода назад, я почувствовала вот это вот очень четкое взаимодействие с лошадью и вот эту связь, которую можно ощутить только через долгие годы тренировок. Маршрут кавалетти для тех, кто только начинает заниматься конным спортом. Самой юной участнице всего 6 лет. Я сегодня поеду на лошадке. Он мальчик его, и он, его зовут Ласков. Вы с ним дружите? Да. Я чаю и я гвожу, так мы помогаем им. Я пешенью по лошадку пою, а камеру его морковками и яблоками. Участники конно-спортивного клуба Сергеев Посад признаются, что конный спорт для них – это не просто здоровый образ жизни. Это еще и повод для положительных эмоций от общения с животными, которые издревле были верны людям и служили им в мирное и военное время. В этом в очередной раз убедились все, кто посетил осенний кубок в конно-спортивном клубе Сергеев Посад. Продолжение следует...